МОРСКИЕ ГЛУБИНЫ В современных подводных доспехах покорители глубин вступают в бой с природой и храбро идут туда, куда другие идти не осмеливаются. В авангарде строительство. Запретные глубины. Встретить опасность можно не только на большой глубине. Одна техасская компания чистит и ремонтирует все и везде. Службы подводных работ ТИНА. Проблема с задвижкой отстойника. Их специальность – работа в опасной среде. Когда я слышу звонок, у меня начинает биться сердце. Сегодня команда быстрого реагирования из шести человек спешит на очистные сооружения. Здесь происходит аэрация неочищенных сточных вод. Заклинило большую задвижку в открытом положении. Существует опасность того, что в город выльются нечистоты из резервуара размером с футбольный стадион. Чинить задвижку в грязных сточных водах придется опытному водолазу Скотту Фаррису. Марк, страхуешь? Деско в резерве. Скотту чуть больше 30. Водолазом он работает половину своей взрослой жизни. Это серьезная работа, серьезная задача. Это зрелище приводит в уныние даже Тома, обученного работать в сточных водах городской канализации и атомных электростанций. Приятного мало. Ужасная мерзость. Сточные воды – не единственная опасность. Все, что спускают в канализацию, оказывается здесь, притом почти неочищенное. Ради безопасности Скотта работа очистных сооружений временно остановлена. Скотт вспоминает ужасную историю. Работники очистных сказали, что насосы выключены, хотя, судя по всему, это было не так. Все же водолаз спустился в резервуар. В результате его затянуло в аэратор, и он мгновенно погиб. Хотя аэратор выключен, всякое может случиться. Скотт инструктирует помощников. Течение еще не остановилось, поэтому не ослабляйте канат, пока я не попрошу. Если меня вдруг начнет затягивать, вы меня вытащите. Погода неважная, приходится опасаться молнии, гроза идет за грозой. Если что, мы с Дэйвом будем в трейлере. Все оборудование подготовили? Все готово. Все согласовали? Скотт надевает специальный костюм из вулканизированной резины с матерчатой подкладкой. Если костюм порвется, Скотт окажется незащищенным от вируса гепатита и кишечных бактерий, которых полно в сточных водах. Главное принять меры предосторожности. Под основные перчатки Скотт надел пару латексных. Клейкая лента не позволяет воде проникнуть внутрь. Он надевает тяжелые ботинки. И свинцовый пояс, который будет удерживать его на дне. Скотт будет дышать сжатым, очищенным и охлажденным воздухом. Он делает это не шутки ради. Он получил премию. Воздух поступает? 300 долларов за полчаса, проведенные в сточных водах. Я думаю о деньгах. Делаю храбрый вид и отправляюсь работать. Водолаз в воде. Понял. Передаю видеокамеру. Камера у водолаза. От камеры Скотта не будет большой пользы. Видимость внизу хуже, чем они предполагали. Иду вдоль стены, пытаюсь пройти вниз. Ноги по колено в отстое. Наверху два помощника подают кабель камеры и следят, чтобы не запутался воздушный шланг. На них защитные костюмы и респираторы. Рядом находится фельдшер Комптон Купер, всегда готовый прийти на помощь водолазу. Но сейчас Скотт один. Ему приходится пробираться на ощупь. Продвигаюсь к задвижке. Скотт по пояс в липкой грязи и ничего не видит. Он на ощупь ищет задвижки. Я у задвижки. Задвижка деформировалась и заржавела. Починить ее непросто. Монтировкой я ничего не сделаю. Придется подняться за молотком. Понял. Водолаз поднимается за молотком. Кувалда прикрепляется петлей к руке Скотта, чтобы он ее не потерял, если уронит. Скотт закрывает задвижку с помощью молотка. Кажется, сдвинулась с места. Теперь она должна ходить вверх-вниз. Можете проверить. Хорошо. Сейчас проверим. Дай знать, когда уберешь от нее руки и ноги, и мы попробуем. Все в порядке. Можете начинать. Кажется, закрывается хорошо. Ничего не пропускает. Понял. Спасибо, Скотт. Шагай к лестнице и поднимайся. Хорошо. Город в безопасности. Чего не скажешь о Скотте. Он порвал обо что-то острое перчатку. Медики встревожены. Если грязная вода проникла под костюм, существует опасность серьезной инфекции. В этом случае потребуется немедленная госпитализация. Наткнулся на что-то острое, когда поднимался по лестнице. Я почувствовал, как под перчатку проникла вода. Но я не порезал руку, поэтому не очень испугался. Кроме того, мне сделали все прививки, так что я старался не волноваться. Чтобы исключить возможность заражения, помощники обрабатывают скоттохлоркой и бактерицидным мылом. Они выливают воду из его ботинок и снимают шлем. Он весит не меньше небольшого телевизора. Когда шлем снят, я наконец могу расслабиться. Потому что освобождаюсь от большой тяжести, и мне не надо все время стоять на ногах. Наконец я избавляюсь от неудобного костюма. К счастью, вторая перчатка не повреждена. На всякий случай ему протирают руки спиртом. Порезов, царапин нет, Комптон? Нет. Чтобы не подвергать риску семью, скот и дома соблюдает меры предосторожности. Я не прикасаюсь к ребенку. Сразу иду в душ, как следует тру себя мочалкой, и только после этого успокаиваюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Рассвет в Мексиканском заливе. Морской защитник уже полтора часа идет по заливу от устья Миссисипи. Этот 1700-тонный корабль стоимостью в несколько миллионов долларов побывал везде от западного побережья Африки до Северного моря. Он принадлежит крупнейшей компании, занимающейся морским строительством. Судно держит курс к трубопроводу, снабжающему сырьем, нефти и газоперерабатывающие заводы Северной Америки. Шесть членов команды соединят две секции на глубине 150 метров, недоступные большинству аквалангистов. Это опасная работа для профессионалов, которые надолго расстанутся с друзьями, близкими и даже группой поддержки из 48 человек. Они будут целый месяц жить в условиях высокого давления в стальном модуле. Метод насыщенного погружения впервые применил в 60-х годах легендарный французский океанограф Жак-Ив Кусто. Атмосферное давление в модуле в 17 раз превышает нормальное. Оно такое же, как на глубине 150 метров. Благодаря этому водолазам не надо каждый день подниматься на поверхность и проходить декомпрессию. Это лучшие водолазы в мире. Они готовы к сложной работе физически и психологически. Здесь не место слабым духам. Водолазы – настоящие мужчины. Многие парни после школы хотят присоединиться к ним. Да, с них можно брать пример. Их называют асами насыщенных погружений. Вот с чем они сталкиваются. Водолазы дышат сжатым воздухом, что увеличивает объем азота и кислорода в их легких. Организм использует или выделяет большую часть кислорода и поглощает чрезмерное количество азота. Если водолаз слишком быстро поднимается на поверхность, азот образует в его крови и тканях пузырьки, которые вызывают декомпрессионную или кессонную болезнь. Эта болезнь может поразить спиной, головной мозг и легкие, а также стать причиной паралича и даже смерти. Когда водолазы находятся в условиях высокого давления, они защищены от декомпрессионной болезни и могут работать на глубине. Но у этого решения есть недостаток. При высоком давлении чистый кислород становится токсичным, поэтому его смешивают с гелием и получают гелиокс, специальную смесь для насыщенных погружений. Со временем водолазы учатся разбирать этот странный диалект. Своё первое насыщенное погружение я провёл с шотландцем, австралийцем и британцем. Дня два-три я не понимал, что они говорят. Жизнь в комплексе насыщенного погружения нелегка. Он такой маленький, что экскурсия по нему занимает меньше минуты. Это наш телевизор, а здесь мы можем поиграть на PlayStation. Продукты и всё остальное мы получаем через эту дверь. Эта дверь соединяет две камеры. Это вторая половина дома. Здесь имеется такой же комплект. Здесь ребята смотрят телевизор. Моют руки. А это туалет. Жизнь водолазов полностью зависит от группы поддержки, которая следит за давлением и газовым составом воздуха в их барокамере. Два сигнала. Ребята просят спустить воду в туалете. Прежде чем удалить из комплекса содержимое туалета, его нужно сжать под давлением, иначе оно разорвёт канализационную систему корабля. Все, что здесь появляется, должно сжиматься под давлением. Даже еда. Водолазы общаются с командой при помощи условных стуков. На два стука они должны открыть дверь и принять еду. Если они хотят её вернуть, они тоже стучат два раза. Когда водолазы не работают в море, заняться им почти нечем. Иногда они просто сидят и ждут своей смены. Команда поддержки наблюдает за водолазами через иллюминаторы. Многие молодые моряки хотели бы оказаться по ту сторону иллюминатора. Там зарабатывают большие деньги. Заработок некоторых водолазов измеряется шестизначными цифрами. Чем глубже они погружаются, тем больше зарабатывают. Потому что чем глубже они погружаются, тем больше подвергаются опасности. Морской защитник подходит к месту работ в Мексиканском заливе. Место работ находится на глубине 150 метров. Глубже 150 работают только асы насыщенного погружения. Команда поддержки налаживает оборудование. Оно должно быть в полном порядке. Водолазы отдохнули и готовы к работе. Это Мик Джонсон. А любитель чтения Майкл Блитчер. Они отработают первую смену. Проведут в воде по четыре часа каждой. Когда водолазы будут готовы к погружению, они войдут в переходной шлюз. Переходной шлюз соединяет камеру с водолазным колоколом, который доставит их на дно к месту работы. Прежде чем войти в шлюз, Майкл должен надеть костюм. Клейкая лента – последний штрих. Там, куда он отправляется, температура всего лишь 2 градуса. Этого достаточно, чтобы через 15 минут человек умер. Поэтому водолазы используют неопреновые костюмы, в которых закачивается горячая вода. Мик ждет его в колоколе. Колокол опускают в море через так называемую буровую шахту. На дне водолазы должны убедиться, что первая секция нового трубопровода не забита грязью. С поверхностью водолазы связывают шланги жизнеобеспечения или пуповины. Она прикреплена к подъемному тросу колокола, чтобы не сносила течением. Дорога к месту работ займет полчаса. Они проведут на дне 8 часов. Пока водолазы спускаются, капитан и его помощник внимательно следят за ветром и течениями. Защитник должен находиться строго над местом работ. Если корабль начнет смещаться, водолазы могут погибнуть. Если корабль сместится более чем на 3 метра, мы немедленно вернем водолазов в колокол. Четыре дизеля электрических двигателя малой мощности являются мускулами сложной системы позиционирования, удерживающей корабль на одном месте. Водолазы прибыли на рабочее место. Они тщательно проверяют свои инструменты. Майкл отработает первую 4-часовую смену. Выходи из колокола. К шлему Майкла прикреплена видеокамера, чтобы на корабле могли наблюдать за его действиями. Оставшийся в колоколе Майкл машет рукой. В случае необходимости он придет на помощь. На колоколе установлена катушка с 50 метрами пуповины, которая обеспечивает водолаза воздухом, горячей водой и связью с кораблем. Отказ любой из трех составляющих может закончиться трагически. Это как полет на самолете. Если что-то случается, происходит катастрофа. Но обычно ничего не происходит, и им нравится эта работа. Этому они учатся всю свою жизнь. Это вроде работы пожарного или летчика. В опасности есть что-то притягательное. Опускаем оборудование. Водолазы инструктируют руководитель работ. Под колоколом находится двухтонный груз, который также служит ящиком для инструментов. Там лежат и аварийные баллоны с запасом газа на 4 минуты. Этого достаточно, чтобы успеть вернуться в колокол, если перестанет поступать воздух. В запасном 2600. Иди по тросу. За водолазами постоянно наблюдают. Мы находимся далеко от дна. Нам отсюда виднее. Майкл движется вдоль троса. В условиях плохой видимости, это единственный способ добраться до труб, которые надо соединить. Трубопровод идет от платформы, которая в 25 километрах от нас. И мы соединяем две его ветки. Я включил регенератор. Какая температура воды? Понял. Температура нормальная. Связь осуществляется из радиорубки. Майклу нужен трубный ключ. В подводном ящике с инструментами его нет. Ключ может висеть на задвижке. В корзине его нет. Приготовьте трубный ключ. Водолаз не может его найти. Спускаем трубный ключ. Под водой все делается медленно. Доставка инструмента с поверхности к рабочему месту может занять 10 минут. Понял. Начинает отвязывать. У Майкла работа ладится. Одна секция готова к соединению. Да, понял. Прежде чем опустить это вниз, надо что-то сделать со шлангами. Слишком свободно. Каждый этап фиксируется группой контроля. Они должны сохранять спокойствие в чрезвычайных ситуациях. Все на месте, полный порядок. Ситуации бывают сложные, такие, что можно запаниковать. Всякое может случиться, все что угодно. И часто благоприятный исход зависит от наших действий. Один из худших вариантов для водолазов — приказ покинуть корабль. Они не могут, как члены команды, прыгнуть в спасательную шлюпку. Их нужно поднимать наверх в гиперборической спасательной камере. Чрезвычайной ситуацией, когда приходится покидать корабль, водолазы находятся в этой камере. Через этот ход они попадают в гиперборическую спасательную камеру, закрывают дверь. Затем кран спускает ее на воду. Если она сама оказывается в воде и спокойно плывет навстречу спасателям, в ней можно продержаться 72 часа. Но это не единственное жизненно важное оборудование защитника. Это аппарат дистанционного управления или АДУ. Это лучший друг водолаза после команды поддержки. После перерыва вы узнаете об опасностях, которые грозят водолазам, и новых способах приспосабливаться к давлению океана. Мексиканский залив — одна из самых оживленных стройплощадок в мире. Некоторые работы невозможно выполнить без помощи аппаратов дистанционного управления или АДУ. Новые модели могут работать на глубине более километра, что в три раза превышает предельную глубину для водолазов. АДУ обладает механической рукой, способной поднять рояль. Обычно они работают в одиночку, но сегодня Тритон выполняет особую задачу. Он доставит инструменты Мику Джонсону. Пришел его черед поработать в воде. АДУ Тритон работает как самолет дистанционного управления. Пилот управляет его двигателями и камерами с портозащитника. Второй пилот приводит в действие руку-манипулятор. Для этого требуется верность глаза и опыт. Чем больше работаешь, чем чаще повторяешь одни и те же операции, соединяешь и разбираешь разные узлы, тем лучше у тебя получается. Понял. Жди. Я дам знать, когда. Две камеры АДУ – глаза второго пилота. Механические руки Тритона повторяют движение его рук. Эта рука похожа на человеческую. Фрэнк чувствует, когда механическая рука к чему-то прикасается. Кроме того, АДУ освещает место работ. Это помогает обнаружить существа, затаившиеся возле трубы. Двухметровая мурена толщиной с ногу водолаза здесь живет и не очень рада незваным гостям. Они постоянно сталкиваются с муренами. Эта мурена прячется в выле и все время подкрадывается к ним. Один водолаз рассказывал, что она схватила его за руку. Ребята над этим смеются. Сначала пугаются, а потом смеются. Туэйн говорит, мне страшно, хочу к мамочке. Так они шутят. Но работа в этих местах дело не шуточное. Отработав смену под высоким давлением, Мик едва держится на ногах. Мик и Майкл заканчивают работу к ужину. Начинаю их поднимать. Они проголодались и хотят пить. Колокол поднимает их на корабль. Они коротают время, рассказывают друг другу забавные истории. Такую, как эта, о работе у побережья Массачусетса. Он выбирается из костюма с подогревом, отводит руку в сторону, и Гарри Кэмпбелл получает удар в лицо. Колокол поднимают на палубу. Но самое опасное впереди. Воду и продукты передают в главный отсек. Теперь колокол нужно вновь соединить с переходным шлюзом. Водолазы должны постоянно находиться под давлением. Модуль должен быть соединен со шлюзом на случай чрезвычайной ситуации, чтобы мы быстро могли перевести их в колокол и защитить от губительной мгновенной декомпрессии. Водолазы переходят из колокола в шлюз. Они проведут в заперти 4 недели. Даже после окончания работы им придется еще несколько дней провести в камере и пройти медленную декомпрессию. Чем глубже они погружались, тем дольше проходит декомпрессия. Один день на каждые 30 метров глубины плюс один день. Если вы погружались на 300 метров, декомпрессия займет 10 дней плюс еще один. Рабочий день Мика подошел к концу. Он поднимается в главную камеру насыщенного погружения. Мы возвращаемся в главную камеру. Все нас ждут. Кто-то собирается ложиться спать. Кто-то готовится к смене. Просит, чтобы выключили свет. Им пора спать. Но защитник никогда не спит. На вахте старший помощник. Когда закончат эту работу, корабль отправится на другое место. И другая команда водолазов опустится на морское дно. Поскольку строить под водой стали больше, инженеры ищут новые способы защиты водолазов. Главный враг подводного строителя – давление. Бесспорно, эти люди заслуживают тех денег, которые им платят. Их работа связана с огромным риском. Никто не знает об этом лучше, чем Фил Мьютен. После множества экспериментальных погружений, он почти оглох от редкой формы декомпрессионной болезни, поражающей внутренние ухо. Ты сделал это? Да, в очередной раз перехитрил смерть. Вот почему я нашел слуховые аппараты. С этим приходится жить. Издержки профессии – такое бывает, когда находишься под давлением. Кто, как не он, может повысить безопасность погружений? Фил 20 лет возглавлял команду канадцев, стремившихся сделать подводное строительство более безопасным. Нас часто сравнивают с тараканами. Говорят, что мы выживаем в любых ситуациях, что нам все нипочем. Полная чепуха. Это неправда. Мы больше похожи на медуз, такие же уязвимые. Нелепой случайности конец. Это не медуза. Полтонны кованого алюминия. Доспехи, защищающие водолаза от давления на глубинах более 300 метров. Это жесткий скафандр. Несмотря на громоздкость, он имеет ряд преимуществ. Ему не страшны острое ржавое железо и акульи зубы. Жесткие скафандры уже используются в нескольких странах. В Атлантическом океане, у берегов Бразилии, водолазы в жестких скафандрах провели ремонт нефтепромысловой платформы. Сначала они очистили поврежденный участок от морских организмов. Затем установили на месте сгиба алюминиевый каркас, чтобы провести измерения. Измерения были нужны для того, чтобы изготовить скрепление соответствующей формы. К месту работы водолазов опускали в защитной металлической клетке. Эта работа обошлась бы значительно дороже, если бы к ней привлекли асов насыщенного погружения, и риск был бы больше. Жесткий скафандр был более автономен. В нем поддерживается естественное давление. Готовность насоса, вертикальный уровень, соединитель шланга, порядок, крепление двигателя. Жесткий скафандр приводится в движение четырьмя двигателями, двумя горизонтального хода и двумя вертикального. Водолаз управляет скафандром ногами. Водолаз может маневрировать, нажимая ногами на педали. Перемещаться можно в четырех направлениях. Нажимая на педаль носком, двигаешься вперед. Нажимая пяткой, двигаешься назад. С помощью педали можно повернуть налево или направо. На водолазе водонепроницаемый комбинезон, предохраняющий от гипотермии. В скафандре имеется двухдневный запас кислорода. Газоочиститель, расположенный за спиной водолаза, удаляет углекислый газ. Водолаз может задохнуться, если не удалять выдыхаемый им СО2. Чтобы убедиться в герметичности скафандра, из него выкачивают воздух. Раз, два, три, как слышно. Громко и четко. Наушники для каждого водолаза изготавливаются индивидуально, чтобы связь с поверхностью была безупречной. 16 шарниров делают жесткий скафандр более подвижным, чем человеческое тело. Водолазу не нужна команда поддержки. Его надо только подбросить на работу. Оказавшись в этом скафандре в среде, для которой он создан, акванавт легко в ней передвигается. Человек, который скользит в воде, не прикладывая больших усилий, только нажимает на педаль, похож на супермена. Водолазу в этом скафандре не страшна и большая мурена. Даже акула его не прокусит. Можно забыть о порезах, ссадинах. И морские животные не будут досаждать. Никто и ничто не помешает водолазу в этом скафандре. Жесткий скафандр — вещь хорошая, но у него есть недостатки. Как и у астронавта в космосе, у водолаза в жестком скафандре возникают проблемы с подъемом грузов. Особенности скафандра не позволяют работать в нем, как в обычном водолазном костюме. Приходится полагаться на гидравлические инструменты. Но если говорить об удобствах, жесткий скафандр — вне конкуренции. Если водолаз захочет есть или в туалет, он может быстро подняться на поверхность. Можно работать на разных глубинах, не думая о декомпрессии. Вот почему жесткие скафандры пользуются спросом не только у строителей. В 2000 году 8 скафандров купил российский военно-морской флот. Это была реакция на трагедию Курска — подводной лодки, затонувшей у побережья Норвегии после взрыва неисправной торпеды. Погибли более ста моряков. С помощью жестких скафандров можно доставлять все необходимое людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации под водой. Необходимость работать глубже и быстрее стала причиной появления еще одного изобретения, в котором сочетаются эффективность и эстетическая привлекательность. Далее вы увидите экстремальное подводное строительство плюс новейшие технологии. В войне с давлением наука шаг за шагом теснит противника. Более чем через 10 лет после создания скафандра для подводных строителей Фил Ньютон придумал «Дипуоркера» — подводный автомобиль. Нам нужны подводные бульдозеры. Нам нужны подводные грузовики, краны и прочее. Это их предшественники. Первые подводные машины. В ближайшие десятилетия их численность резко возрастет. «Дипуоркер» может работать на глубине больше километра. В отличие от жесткого скафандра, ему не нужен шланг жизнеобеспечения. Компания из Хьюнстона Deep Marine Technology первая в мире использовала «Дипуоркера» в строительстве. Внимание на скважину номер 3. Два таких аппарата выполняли эту работу у берегов Луизианы. Один пилот «Дипуоркера» останавливал измерительные устройства в три устья скважины, а второй снимал это на видео. Отлично! Покружите немного над скважинами. Я посмотрю, что не удалось снять. С дипуоркера измерения передали на поверхность специалистам. Это позволило сориентировать нефтедобывающую платформу над скважинами. Дипуоркер может погружаться глубже, чем водолаз в жестком скафандре. Он маневренней аду. Преимущество в том, что Стив находится на расстоянии вытянутой руки от объекта. Это как бы продолжение его руки. Это не дистанционное управление с расстояния в тысячи метров. Аду работают на глубине полтора километра, соединенные тонким проводом с поверхностью, где какой-нибудь бедняга пытается им управлять, глядя на двухмерное телевизионное изображение. Он понятия не имеет о том, что происходит на дне. И самое главное, он не ощущает это периферическими чувствами. Он смотрит. Это все равно, что войти в большую темную комнату с фонариком и попытаться определить, где ты находишься. Это невероятно трудно. Мы уходим под воду в маленьких субмаринах, включаем тысячеваттные фары, создаем освещение, как на съемочной площадке в Голливуде, погружаемся и выполняем свою работу потрясающе. Дипворкер снабжает энергией два аккумулятора. Ее хватает на шесть часов работы. Он передвигается быстрее, чем водолаз в жестком скафандре. Эта маленькая субмарина разбивает скорость чуть больше трех узлов. Немного, если сравнивать с быстроходным катером. Но когда скользишь в 15 сантиметрах от дна, эта скорость кажется большой. Дипворкер может парить в воде. Им, как и жестким скафандром, управляют педалями. У Дипворкера алюминиевый корпус и акриловая кабина с обзором в 360 градусов. Он может быть оснащен камерой на манипуляторе, позволяющей заглядывать под трубы, гидролокатором и компьютером, который находится под руками пилота. Если произойдет авария, система жизнеобеспечения позволит экипажу продержаться три дня. В случае чрезвычайной ситуации это самый быстрый способ подняться на поверхность. В этом случае нужно дернуть Т-образную ручку, которая находится под сидением. Тогда корпус отделится от аккумуляторного отсека, откинется, как лезвие складного ножа. Аккумуляторный отсек уйдет на дно, а плавучая конструкция в сотни килограммов начнет подниматься наверх, как ракета устремится к поверхности. Как и жесткий скафандр, Дипворкер использует не только на стройплощадках. Он помог НАСА поднять с морского дна ракетный ускоритель, который вывел на орбиту космический челнок Атлантис. Огромные ракеты упали в океан в восточный города Джексонвилл, штат Флорида. Дипворкер доставил под воду устройство для заполнения ускорителя воздухом. Ракетный ускоритель стоимостью в несколько миллионов долларов подняли на поверхность, восстановили и вновь использовали. Детище современных технологий Дипворкер и жесткий скафандр используют несоразмерные их стоимости. Они пробиваются на территорию, где господствовали асы насыщенных погружений, но вряд ли станут полноправными хозяевами глубин. Морским инженерам еще предстоит создать сильную и умную машину, способную выполнять любую работу. В труднодоступном мире подводного строительства ни одна машина не заменит человека. Пока специалисты ищут более безопасные и дешевые способы ведения работ, подводные труженики продолжают жить и работать на запретных глубинах. Субтитры создавал DimaTorzok